Что ж, я долго тянул, но пришло время покончить со вселенной Горца. Хотя, казалось бы, последний фильм справился с этим более чем успешно. Приветствую на канале, это Тимы, прежде чем рассказать тебе чудовищно небольшом количестве игр по Хайленда, пара слов о книгах. Я планировал ознакомиться со всеми, вкратце о них рассказать, проведя сравнительный анализ. Однако, коль скоро Горец в прямом смысле этого слова прошлый век, никто особо переводом книг не занимался. Конечно, можно почитать в оригинале, но заниматься этим ради десятка книг весьма сомнительного качества, а именно таковы почти все книги по лицензии, как-то не особо хочется. Но вот забрежил свет надежды. Я нашел Тетралогию, основанную на фильмах и это фанфики от отечественного писателя под псевдонимом Макнамара, представляющий из себя весьма посредственный пересказ с кучей от себятины. Коннор стал Конаном. Ну да, подумаешь, были ж фильмы со Шварцем и у него меч, почему бы и нет. Катана это не убогий персонаж Айронсайда. Арамирос, Курган, Крюгер. Если точнее, МакКрагер. Но на деле Крагер. И не просто Крагера, Крагер всех Крагеров и Человек в Черном. Да, это все настолько странно, отвратно и бессмысленно. Так что перейдем к играм. Первая, собственно, Горец. Вышла в том же году, что и фильм. Я, конечно, понимаю, что раньше некоторые игры делались за пару месяцев. Но над этой работали меньше недели. Даже для своего времени это абсолютно скучное и неиграбельное убожество. Оценки современников, очевидно, на это указывают. Я оценил, на эмуляторе, конечно, но оценил. Это файтинг. Ага. Причем есть как синглплеер, так и режим для двух игроков. Сюжетность позволения сказать компании. Мы сражаемся одним спрайтом поочередно против других. По идее, первый противник – Рамирес. Но, если честно, игра настолько уныла, что я даже его не осилил. Мы можем, внимание, двигаться вперед, двигаться назад, атаковать, блокировать удар и... Что? Существует отдельная кнопка, после нажатия которой герой встает на колени. И поставляет шею под декапитирующий удар. Зачем? С другой стороны, повторным нажатием можно встать с колен. Можно выпустить ремейк игры, и вадники просто сметут ее с торрентов. Или торрентов, не суть. Ах да, игра была мультиплатформенной, как нынче модно. И вышла аж на The X Spectrum, Commodore 64 и Amstrad CPC. О последнем никогда не слышал. Ладно, это все мелочи. Перейдем к полноценной, интересной, глубокой и необычной игре в жанре экшн-адвенчур от третьего лица. Основанной на... Мультсериале. Серьезно? Безмерно унылом, вторичном, скучном, тупом и однообразном мультсериале? Ага-с. Твою ж мать. Релиз состоялся в 95-м году, и оцените момент. Прошлая убогая игрушка вышла на трех платформах. А это лишь на Atari, Jaguar CD. Игра по Горцу была эксклюзивом, вынужденным, само собой, перейдем к лучшей игре по вселенной Горца из имеющихся трех. Ибо она не вышла. Ура, ура, ура. И как бы это ни было иронично, о невышедшей игре я расскажу, пожалуй, даже чуть больше, чем о вышедших. Ибо нереализованный потенциал лучше провала. Не всегда, но в данном случае. Сюжет игры повествует об оуни Маклауди. Черт возьми, серьезно? Еще один? Учитывая, что ему около двух тысяч лет, неужели клан настолько стар? Так или иначе. На протяжении своей жизни Оуэн своими глазами видел последний день Помпеи, сражался с викингами и самураями. Какой-то форонор получается. Главное, нам показывают эти локации. И там будет иметься геймплей. А в франшизе Горца хорошо проработанное прошлое нравится мне больше всего. Разумеется, помимо трех временных отрезков в игре, должно было быть и настоящее, а именно Нью-Йорк. Согласно словам разрабов из Эйдос, Оуэн встретился бы с 77 персонажами франшизы, скорее всего большую часть из которых мало кто вспомнит, но собратья Маклауды точно должны быть. У героя должен был быть ряд способностей. Стандартное манипулирование электричеством, что-то вроде пламенной ауры и обезоруживание врагов путем накалывания себя на их оружие. Актуально для прошлого, весьма странно, но интересно было бы на это взглянуть. А еще имелись прыжки с небоскребов, хотя сложно себе представить, как это работает, не матрица же. Разве что безопасное приземление гарантировано. Было анонсировано три вида холодного оружия. Палаш, катана и два гладия. Цель героя найти три части артефакта, дабы победить могущественного бессмертного. История героя банальна. Враги сожгли родную хату и взяли в плен, заставив сражаться на арене. И именно в день извержения вулкана герой узнал о своем даре и проклятии. За сценарий отвечал человек, вроде как писавший для сериала, но на АМДБ он указан как креативный консультант. А в списке сценаристов он далеко не на первом месте. В общем, что-то годное могло получиться. В теории. Возможно, имеются какие-нибудь помотивчики. В назовном порядке. Имеется любительская РПГ. Не компьютерная, конечно. И в продолжение темы планировалось ММО. Но дальше ранних концептов ничего не зашло. Но имеется ККИ по горцу, уровень которой весьма-весьма посредственный. Также в процессе создания ролика я обнаружил, что существует техно-демка от студии Климакс. Однако никакой информации об игре я толком не нарыл. В общем и целом, пока до выхода то анонсированных, то отмененных продолжений и ремейков. На этом, пожалуй, у меня все. Подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание. И пока. Пока. Пока.